Готово. Тебе удобнее? Что это? Тапки. Шлёпанца моей мамы. Алехандро, они не соответствуют моему новому облику. Синьорита, к сожалению, у мамы нет вашего облика. Вряд ли в её арсенале найдётся обувь на каблуках. Алехандро, пойми... Синьорита, не протестуйте. В обуви главное удобство. Тебе нужны здоровые ноги? Наверное. Да. Ладно. Я устанавливаю новую моду. Палома, послушай меня. Для обуви главное удобство, а не внешний вид. Если позволишь дать совет, высказать своё мнение, я думаю, что твой стиль... Эрегантный, шикарный, супер! У тебя просто нет слов. Наоборот. Не понравилось? Мне больше нравится твоя естественность, твоя юность и свежесть. А этот стиль... Тебе не подходит. Это не твоё. Если тебе не нравится, я могу снять. Нет. Нет, спасибо. Они страшные. Но удобные. Удобные. Идеальные для лета. Легко носить, легко снимать. Идём на пляж. Давай порепетируем у тебя. Если Палома не согласится, мне подойдёт твоя кандидатура. Что за бестактность? Ты ставишь меня после Паломы? А вдруг она не согласится? Для меня ты первая. Да, да. Кстати, о пляже. Мне звонила Фернандо. Да. Что говорит? Если честно, было два звонка. Два? Это удача. Домой она не позвонила ни разу. О да. Кажется, ты разозлилась. Да прямо. Что она говорит? Сколько нашла женихов? Это мы не обсуждаем. Она сказала, что путешествие закончено, и завтра она возвращается. Завтра? Почему? Не знаю. Я так понял, что ей надоело. Надоело на райском острове? Похоже, да. Алихандро, можно спросить? Конечно. Вы с тетей снова сойдетесь? Поживем и видим. Но она делала намеки? Говорила о чувствах? Ни прямо, ни косвенно. Мы не говорили об этом со времени нашего разрыва. Не могу поверить, что это ты. Ты не представляешь, как я ненавидел майки и трусы. Все потом сжем. Ты был такой лопоухий? Добро не бывает безнаказанным, да? Твои уши трансформировались. Но взгляд по-прежнему открытый. Думаешь? Открывайте дверь. Полома у вас. Открывайте. Подлец. Что вы себе позволяете? В каком смысле? Вы знаете. Полома. Ты в спальне? Почему я должна быть в спальне? Минутку. Ты думал, что мы с Поломой? Ты в своем уме? Да. Ты в своем уме? Простите, я... Я отвезу тебя и верну машину Бета. Нет, Сесар. Не волнуйся за меня. Возвращайся к Бетам. Он уже, наверное, рвет и мечет. А я останусь здесь. И подожду здесь Орландо. Нет, синерита. Езжайте домой. Там вам обеспечат хороший уход. Ты чудесно за мной ухаживаешь. Лучше не бывает. Да, но Сесар прав. Пусть она отвезет тебя. А Орландо я все объясню. Но... Идем. Машина ждет. Но я... Перестань. Для танцовщицы ноги важнее всего. Я отнесу тебя на руках. Нет, нет, Сесар. Ты этого не сделаешь, даже если у меня под ногами взорвется бомба. Ладно. Извини. Ты выставляешь меня из своего дома. Завтра в институте я отомщу. Палома. Я тебя не выставляю. Я провел с тобой чудесный вечер. Серьезно? Да. Но сейчас тебе надо отдыхать и готовиться к занятиям. Но ведь я могу лечь на диван и плевать в потолок. Идите. Если б не нога, мы бы пошли в таком виде? В каком виде? В ненатуральном и негармоничном. Ненатуральным. Идем, Сесар. Пока, профессор. Пока. В ненатуральном. Для настоящей женщины. Ты пришел вовремя. Он мне уже до смерти надоел. Я думал, вам было весело. Нам? Да ты что. Я хочу тебе кое-что сказать. Проводить тебя? Нет, это ни к чему. Грейс обо всем позаботится. Смотри. Я могу сама. Видишь? Сама. Ты не пригласишь меня? На минутку. Это еще зачем? По-моему, мы во всем разобрались. Извини, но... Я тут подумал, что мы... могли бы попытаться еще раз. Я хотела бы снова в тебя влюбиться. Но... Я тебе не нравлюсь. По тебе согнут все девчонки. Ну, конечно. Так уж и все. Лично я знаю парочку. Нет. Никому я не нужен. А Диане? Диане? Ей не нравятся такие, как я. Уверен? Я была рядом с Алекандрой, и он даже меня не заметил. Он не оценил твою одежду и макияж? Нет. Он только сказал, что я выгляжу ненатурально. Грейс, это серьезно. Детка. Но я согласна с твоим профессором. Ненавижу его. Правда? Меня бесит, что он ко мне равнодушен. Что он не разделяет моих чувств. Ну, нисколечки. Не знаю, как еще влюбить его в себя. Если бы Алекандро посмотрел мне в глаза, я призналась бы ему во всем. Может, это и нужно сделать? Вынудись посмотреть мне в глаза? Нужно не ходить вокруг да около, а прямо и откровенно сказать о своих чувствах. Грейс, ты спятила? Почему нет? Сказать, что я люблю его и не могу без него жить? Современных мужчин это не шокирует.